События дня на телеканале СЕИМ в студии Валерия Галкина. Здравствуйте! И в начале коротко о главных темах выпуска. Бассейн, ледовая арена и еще пять крупных спорт-объектов. Чем порадует курян плодотворное сотрудничество с компанией «Газпром»? Гололеты, пожары. Насколько успешно службы города и области борются с сезонными проблемами? И 110 лет со дня рождения нашего земляка, знаменитого детского писателя Аркадия Гайдара, как отметили юбилейную дату на его малой родине. И сразу о главном. В Ольгове появится бассейн, а в суд же ледовая арена. Это предусмотрено программой сотрудничества с «Газпромом». Накануне губернатор Курской области Александр Михайлов встретился с председателем правления компании Алексеем Миллером. Руководители обсудили ход газификации региона и дальнейшие планы. Активная работа по газификации региона началась в 2005 году. За это время удалось построить почти 3,5 тысячи километров сетей, подключить к голубому топливу 220 котельных и около 23 тысяч квартир. Я могу сказать, что оценка просто-напросто отличная. Мы на селе увеличили процент газификации на 50%. Начинали с уровня где-то там чуть больше 20, на сегодняшний день 70%. И в целом уровень газификации Курской области сейчас уже достиг почти что 90%. Это очень-очень хорошие показатели, которые значительно выше средних показателей по России. Задача на перспективу – стопроцентная газификация. В планах на 2014 год обеспечить голубым топливом 30 крупных населенных пунктов. Плюс реконструкция и строительство газораспределительных станций. Голубое топливо – это не только комфорт для жителей села, но и толчок к экономическому развитию региона. Дополнительно мы обговаривали два газопровода, которые надо будет строить. И Алексей Борисович в этом, я у него вернее нашел понимание. Это там, где у нас работают сегодня крупные серьезные инвесторы. Это уже дополнительно к той программе, которая утверждена. Еще один результат плодотворного сотрудничества – реализация на территории региона социальных программ «Газпрома». Курская область стала вторым регионом России, подписавшим программу строительства спортивных объектов. До 2016 года в районах области появится четыре спортивно-оздоровительных комплекса «Бассейн», «Ледовая арена» и «ФОК». Все затраты берет на себя компания. Продолжится и реализация программы «Газпром детям». В ее рамках в регионе уже открыли 84 спортплощадки. Юлия Абрамова, Андрей Зарубин, телеканал «СЕИМ». Глава региона обратился к министру образования и науки России Дмитрию Ливанову с просьбой увеличить число бюджетных мест в Курском государственном университете. Речь идет о двухсот местах по различным направлениям подготовки специалистов. Положительное решение этого вопроса будет способствовать дальнейшему развитию высшего образования в Курской области и созданию благоприятных условий для ускорения темпов социально-экономического развития региона. Александр Михайлов подчеркнул, что благодаря плодотворному взаимодействию областной администрации и КГУ количество педагогических работников в возрасте до 35 лет составляет около 20%. Тем не менее, кадровый вопрос для сферы образования остается актуальным. Накануне в новостях мы рассказывали о том, что в городских травмпунктах наплыв пациентов и дали подробные инструкции, как подскользнувшись падать правильно, чтобы избежать серьезных последствий. А сегодня моя коллега Юлия Комкина прогулялась по улицам Курска и попыталась выяснить, как борются коммунальщики и дорожные службы с неизбежной в это время года наледью. Вот он, след в истории зимних дорог. Здесь частенько буксуют автомобилисты. Колеса утрамбовали снег на проезжей части. Нет сцепления с асфальтом. Это улица Ватутина, рядом Димитрово. Ситуация не критичная, но неприятная, отмечают водители. В периферии не мешало бы хоть подсыпать, почистить, потому что улица Новатутина, выезд на Димитрово, там очень тяжело. А еще, когда сейчас, если выйдет солнышко, будет лед, там машина будет очень тяжелая. Пешеходам, кстати, тоже непросто. Тут же на Ватутина тротуар сплошной лед. Опасно. В центре же все иначе. Скользкую проблему здесь мы не обнаружили. Прохожие готовы поделиться своими наблюдениями. В тротуарах скользко. Не сыпят песка, нет, никто соль должен сыпать. Предмагазинами иногда сыпят, а так больше не лед. На четверку, если отсюда поставить по пятибалльной шкале, то на четверку. На примыкающих центральных. Например, улица Чехова, скользко всегда. Улица Ломоносова, улица Советская, Карла Липнихта. Рекомендую, чтобы чистили все-таки не только на центральных улицах. А вот Парадищево скользко, она возле СХ тоже скользко, непосыпанные тротуары. Проблема не носит глобальный характер. Гололед – явление локальное. Кстати, и госавтоинспекторы не наблюдают увеличения аварийности. По их данным, серьезных нарушений нормативов по очистке проезжей части не зафиксировано. Улицы у нас убираются те и очищаются от снега, по которым ходит общественный транспорт. Пассажирский общественный транспорт. Ну, к этим улицам, так скажем, есть претензии, но меньше претензий, потому что они практически вовремя убираются. А остальные улицы с интенсивным движением, ну, та же Верхнелуговая улица, да, достаточно интенсивное движение. Там особенно вот час пик не очищается, не убирается. Руководители коммунальной сферы всех уровней в среду собрались на совещание. Комментарии по поводу качества своей работы они пообещали дать в четверг. Юлия Комкина, Максим Леонов, Телеканал СЕИ. Еще одна сезонная проблема. С начала года на территории области произошло уже 27 пожаров. Четыре человека погибли. Будьте бдительны. К этому призывают сотрудники МЧС. Соблюдайте меры предосторожности и не оставайтесь равнодушными гражданам группы риска. Одинокие пенсионеры, многодетные семьи и лица, злоупотребляющие алкоголем. Именно они чаще всего пренебрегают правилами безопасности. Этот дом не случайно оказался в зоне повышенного внимания спасателей. Его жильцы нарушают требования эксплуатации печи, представляя угрозу для себя и окружающих. Предупредить и предотвратить задача специалистов. Рейды организуют ежедневно. Проводятся осмотры частных домовладений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В первую очередь как раз этим рейдом подвергаются дома вот этих людей. Нарушение правил эксплуатации, неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание. Зачастую причина пожара – халатность. Если вы опасаетесь за жизнь соседа, знакомого или родственника, звоните по телефону доверия 510022. Для них проведут разъяснительную беседу. О кадрах указом президента Владимира Путина новым руководителем областного управления наркоконтроля назначен полковник полиции Александр Широкожухов. Ранее он работал в оперативно-розыскном департаменте центрального аппарата ФСКН в должности замначальника управления по противодействию наркопреступности. Курировал и принимал участие в крупных операциях. За одну из них награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Успел побывать в горячих точках. Свою задачу как нового начальника управления вижу прежде всего в том, чтобы работу управления по всем направлениям скоординировать таким образом, чтобы она приобрела комплексный наступательный характер. Никаких кардинальных чисток в управлении не будет. Я уверен, что коллектив нашего управления надежен, профессионально подготовлен. Отмечу, в прошлом году наркополицейские пресекли деятельность семи организованных преступных групп. Выявили 43 преступления, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Пять преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Прикрыли 39 притонов. Основная работа еще впереди. Уже в четверг в Драмтеатре будет дан официальный старт к тематическому году. А накануне глава администрации Курска Николай Овчаров провел встречу с работниками сферы культуры. Тематический год открыло долгожданное событие. 14 января после масштабного ремонта распахнул двери муниципальный кинотеатр «Юность». Специальный серебряный широкоформатный экран. Уникальная аудиосистема, звук вокруг. Комфортные мягкие кресла. Центр досуга способен принять более 300 зрителей. В 2014 работа будет продолжена. Культурная перезагрузка коснется кинотеатра «Сказка» и библиотек, которые станут модельными, отметил на встрече глава администрации Курска. В наступившем году изменения коснутся и заработной платы культурных работников. Будет повышаться в соответствии с указом президента о том, чтобы заработная плата вот этих учреждений была где-то на уровне 75% от образовательной школы. Напомню, в 2013-м на содержание учреждений культуры город потратил более 250 миллионов рублей. Это была обыкновенная биография и необыкновенное время. Писал о своей жизни Аркадий Гайдар. 22 января исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого детского писателя. Наша съемочная группа побывала на его малой родине, в Ольгове, где прошли детские годы мастера слова. Дом, где родился Аркадий Голиков, теперь музей. Родители работали в местной школе. Мама дворянка, отец крестьянин. Неравный брак вырвал Наталью из круга семьи. И все же именно в Ольгове, считают работники музея, прошли самые счастливые годы жизни Голиковых. Тетя по линии мамы вспоминает такой случай. Дождь начался на улице. Ищут Аркадия. Аркадия нигде нет. Она вышла на улицу, смотрит. Аркаша подставляет булку под капли дождя. Тетя спрашивает. Аркаша, что ты делаешь? Он сдвинул брови и говорит. Я дождь ем с булкой. По материнской линии все мужчины в семье были военными. И в 15 лет Аркадий становится командиром роты. В 16 уже возглавляет полк. Но военная карьера оборвалась. Контузия, а затем диагноз. Травматический невроз. Гайдар становится журналистом и писателем. В основу первой книги в дни поражений и побед легли записи личного дневника. Чердак, вдохновивший многие поколения советских ребят. Книга Тимура и его команда определила жизнь и самого писателя. Когда грянула Великая Отечественная, Гайдар просто не мог оставаться дома. Как же я буду смотреть в глаза тимуровцам, говорил он своим друзьям. Гайдар мог оставаться в тылу по состоянию здоровья. Раны с гражданской войны все еще напоминали о себе. Но он отправился на фронт военкором. Деятельная душа писателя рвалась в бой. У него была минута, наверное, чтобы сделать выбор. Немцы его еще не заметили. Он мог просто отпрыгнуть под насыпь. Но он предупредил, что ребята немцы. И тут же был сражен. Партизаны остались живы. Они успели скрыться и дать ценой жизни. Это был настоящий человек эпохи. Его наследие живет до сих пор. Кстати, в некоторых регионах России и сегодня есть тимуровцы. Ангелина Рязанцева, Андрей Дегтярев, телеканал СЕИМ. Почти 100 кинопремьер, более полумиллиона зрителей и масса положительных эмоций. В среду в Курском областном видеофонде собрались проводники в мир важнейшего из искусств со всех уголков региона. Они подвели итоги работы в 2013-м и узнали, какие киноновинки ожидают зрителей в ближайшее время. Семь главных желаний о волшебной палочке или золотой рыбке мечтал каждый. Уникальную возможность получает девушка Маша. В ее руки попадает чудо-птичка. О чем грезит героиня и чего хочет на самом деле. Романтическая комедия о нелегком пути к счастью. А вот родители Саши мечтают, чтобы их непослушная дочь стала прилежной девочкой. Их желание вмиг исполняется. Вот только какие испытания выпадают на долю ребенка. Об этом сказка для всей семьи. Страна хороших деточек. И пусть премьеры этих лент на большом экране уже состоялись, хорошее кино заслуживает особого внимания. К сожалению, беда сегодняшнего общероссийского кинопроката состоит в том, что это несколько американизированный способ показа. То есть фильм выпустили на экран, через 4 недели, через месяц про него забыли. Все. Мы все-таки к фильму возвращаемся. Можем повторно показать. Наступивший тематический год будет не менее щедрым на качественные фильмы, отметил Сергей Малютин. На приобретение новых лент потратят порядка 3 миллионов рублей. Кроме того, в планах реконструкция еще одного муниципального кинотеатра. Викторина «Наука» рядом, проходившая на нашем сайте, завершена. Имя победителя уже известно. Им стал Александр Абрамов из Твери. Правильные ответы на вопросы он прислал раньше всех. Самым сложным для участников стало второе задание. Какое отношение к Курскому краю имеет астероид номер 1909? Правильный ответ. Он назван в честь чемпиона мира по шахматам Александра Алехина. С ним связана и усадьба в Касторинском районе, где жил его отец. Легко участники викторины нашли на карте города улицу, названную в честь лауреата Нобелевской премии, врача Ивана Павлова. В свое время я служил, будучи офицером вооруженных сил в городе Курск. И поэтому связан непосредственно с этим городом. Викторина меня заинтересовала, прежде всего, в связи с практическим интересом. Очень интересно составлено. Спасибо организаторам. На самом деле, вопросы неоплинарные и достаточно сложные. На них очень познавательно было и интересно найти ответы. Спасибо вам. Подарок – две книги русских классиков Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Победитель получит по почте. Справляются ли коммунальные службы со своими обязанностями в зимний период? И каким будет общественный транспорт к 2020 году? Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Власть. Открытая политика». На вопросы моего коллеги Тараса Степаненко ответит глава администрации города Курска Николай Овчаров. Присоединяйтесь к беседе. Телефон прямого эфира 703515. И на этом у меня все. Главные события Курской области вы найдете на нашем официальном сайте. До свидания.